МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации телераду компании Гомелю, студии працуя Маргарита Котова. Глядите в этом выпуске. У гостя до Деда Мороза и Снягурки. У Гомеле пошла працевать резиденция галунных новогодних персонажей. Профсоюзы детям. Акты у областной организации дают старт традиционной святошной акции. МЖК Сонечный, Суполка, Однодумцев. Жахары комплексу подрыхтовали новогоднюю забавляльную программу для своих соседей. У одиночку не ходить и вертаться до дома в светлый час, сграя волку, атакуя вёску в Гомельском районе. А зараз об этом и иншим больше подробно. На центральной площади Гомеля открылась постоянная резиденция Деда Мороза, и она будет працевать сгодно с графиком до 7-го студеня. Таким чином, головная площадь областного центра набыла завершенный новогодний выгляд. Как поведомили нашему корреспонденту Гомельским гарвыконками, на протягу работы резиденции выконывать роли Деда Мороза и Снягурки будут некольки брыгат взрослых установ культуры. При этом яны будут дежурить по святошным режиме. У приватности до 27-го Снежня, а так само уперед с 1-го до 3-го студеня, казашные персонажи будут сустракать гостей с 15-ти до 21-ти годин. У остатней дни с 17-ти до 20-ти. 31-го Снежня резиденция будет працевать с 13-ти до 17-ти. Дед Мороз с зунушкой сфотографуются с детьми и дорослыми, повиншуют гостей с Новым Годом, а так само поиграют с зимой утекавые гульни. Наведывание резиденции на центральной площади Гомеля бесплатное. Дорогие жители и гости города Гомеля, от всей души мы вместе с внученькой Снегурочкой поздравляем вас с наступающим Новым Годом. Пусть будущий год принесет вам исключительно радость, улыбки и хорошее настроение. Свято своими руками. Жихары молодежного жилого комплекса «Сонечный» в Гомеле самостоянно подрихтовали новогоднюю забавляльную программу для своих соседей. В микрорайоне за все-таки пить житие. Тут знаходятся суполка активных и небояковых людей, які, саправды, живут с правами своего МЖК. Подребязности в наступном сюжете. Дед Мороз! Кто к нам приходит в Новый год? Дед Мороз! Карагоды, танцы, песни и загадки. Субботний ранец и сквер МЖК «Сонечный» перетворился у саправдную святочную пляцовку. Дети разом с батьками собрались каля упрыгоженной ёлки, якую даречи жихары микрорайона набыли за власные сродки. Каб зберахчыя и от холодов ухутали лясную прыгажуню с панбондом. Дарослые в образах казачных героев дарили детям усмешки, каб гэтый день для малых застался добрым успамином. А кроме того, жихары МЖК провели конкурс на лепшую новогоднюю цацку. Мы всей семьёй участвовали. Мама шла с работы, бабушка шла с работы, увидела объявление и решили поучаствовать. Много очень азарта было. Всей семьёй сидели, делали поделочку для нашей ёлочки. МЖК «Сонечный» – суполка однодумцев. Разом яны не только ладят святы, а лею прыгоживают с дворы, саджают с древы, удельничают у субботниках. Усё робят самостоянно и не чакают с допомогу звонку. Яны имкнутся заховать традиции суседской взаимовыручки, якие колисти и сновали ранее. У нас здесь красиво, лес, двор. И стараемся сохранять природу, озеленение. И участвуем во всех субботниках, как бы, и дворовых мероприятиях тоже. У нас они проходят круглый год и летом, и зимой. Раньше у нас, когда я был маленький, традиция была заливать горку, только мы заливали её возле первого корпуса. Ставили тоже ёлочку, приходил Дед Мороз к нам. Ну, хотим, чтобы эти традиции передавались поколение в поколение. И деткам, чтобы была и тоже ёлочка, и на Новый год все выходят. Снеговичок у нас свой. Ну, вообще это круто. Я считаю, что нашим деткам это полезно. Вместо того, чтобы сидеть дома, можно заниматься какими-то весёлыми играми вот на нашем сквере. Жихары МЖК «Сонечный» упэуненные. То, что отбывается у их дворах и квартирах, целком залежит от их. И когда есть необходимость повиншовать соседям с Новым годом, они просто берут ситуацию в свои руки и ладят свято. Спадеются, что их активность станет добрым прикладом для соседних дворов и микрорайонов. Миколай Скинтьян, Валера Гапанько, Телерадо, компания «Гомель». А яше новогодние подарунки дятве дарыли профсоюзы. У рамках выездного посяжения Молодежного совета областного объединения профсоюзов акты у организации наведа у дитяшей социальной установы Мазырского района. Подробностей в наступном сюжете. Порог Мазырского центра коррекционно развивающего навучения и реабилитации переступили долгочаканные гости. Следом за Дедом Морозом и его чарованной свитой центры наведали профсоюзные лидеры в области района и молодежный акты у. Первым приехать до дятей они провели поседжение Молодежного совета. На им обмерковали реализацию молодежной политики у Мазырским районе. На прикладе лепших профсоюзных первичек поделились об опытом работы. А уже затем у центра коррекционно развивающего навучения и реабилитации был даден и старт новогодней акции «Профсоюзы детям». Приехали молодежные лидеры первичных профсоюзных организаций со всей области. Мы посетили первичную профсоюзную организацию Мазырского районкомхоза. Поделились опытом работы друг с другом. Посмотрели, что делается в Мазырском районкомхозе для молодежи и в целом для работников. А нашему Мазырскому районкомхозу есть чем гордиться. В рамках нашего молодежного выездного совета мы проводим акцию «Профсоюзы детям». И мы сегодня с удовольствием посещаем ЦКРАИР и посещаем наш СПЦ. Областное объединение «Профсоюзы» подготовило подарки для всех наших детей. И также мы еще совместно подключились с районным комитетом БРСМ. Подготовили тоже свои подарки, канцелярские принадлежности, конфеты. Акция «Профсоюзы детям» проводится уже шмат годов. Правда, в этом году ее формат крыху поменялся. Когда ранее детей запрашали на областную доброченную елку, все лето свято отрымалось выездным. С участием молодежного совета мы посещаем сегодня учреждение Мозырского района. Мы от чистого сердца и души дарим частичку своей души, частичку своего тепла детям. Из многодетных, неполных, малообеспеченных семей устраиваем для них праздник, дарим новогодние подарки. Порядка 320 тысяч рублей будет направлено из средств профсоюзного бюджета, чтобы поздравить малышей через коллективные договоры. Ну а каждая первичная профсоюзная организация выбирает свой формат поздравления. Сегодня, с учетом эпидситуации, используют и елки на открытом воздухе. У многих предприятий есть красивые свои голубые ели, в том числе, организуют праздник, квест, интерактивные игры. И тем самым уделяют внимание и поздравляют малышей. У этой дни шматлякие гости не только дарят выхованцам центра подарунки, но и делятся теплом и увагой. Ребята с задовольнением отказывают тем же. А кроме центра коррекционно развивающего научения и реабилитации, у дельники областного мероприемства наведали так само Мазырский социально-педагогичный центр. Тут находятся дети, которые опынулись в складанной житевой ситуации. Вольга Коновалова, телерадиокомпания «Гомель» при поддержке телеканала «Мазыр». Святочный настрой – шмат сюрпризов. Гомельский театр «Лялик» запрашивает хлопчика у девчонок на новогодние ранешники. Разом с любимыми казочными героями с Простоквашина, котом Матроскиным и дядем Федором, они отправятся у новогодняя подорожа вокруг земли. Сустрянуть разных персонажей из мультфильмов, будут спевать, таншить и водить карагоды вокруг елки. Разом с Дедом Морозом и Снягуркой будут ладить дискотеку с великими ростовыми ляльками. После интерактиву детей запрашивают на новогодние спектакли, як на вовершенные имя Нины, Паш Шупаковым Загоди и доктор Айболит. Здравствуйте, дорогие девчонки и мальчишки! Поздравляю вас с наступающим 2021 годом! Желаю вам счастья, здоровья и добра! И ждем вас на наших новогодних дискотеках-утренниках в Гомельском государственном театре кукол. Мира и добра вам! В Гомельском области открылись елочные кермаши. Только в областном центре организовано коля 20 специализованных кропок продажу новогодних атрибутов. И они размешаны по всем городе коля магазинов и гандлевых центров. Натуральные штучные елки и хвои можно будет набыть на рынках Давыдовский и Прутковский. Что тычется коштов, то метровые иглицы и хвои можно купить прикладно за 15 рублей. Двухметровые каштуют коля 30. Букет з еловых галинок можно набыть за 4 рублей, особные галинки по 2 рублей. А кроме того, в Гомельских лязгасах так само будут реализовывать хвои, укатках и стешенные древы. Набыть их можно с 8 до 17 годин. Традиционно постоянно дейший кермаш разгорнулся и по улице Карповича в районе Центрального рынка. Тут пропонуют широкий выбор елочных цацок, упрыгаженьев, новогодних сувениров, гирлянд и иншей новогодней продукции. По воде информации Управления гандлю и послуга Арвы Конкама, специализованные кермаши будут працовать по 31-я снежня. Протягиваем выпуск. Державные субсиды для ауторов лепших стартапов. Больше как за 300 беспрацовных жахаров Гомельска в области все лето открыли уластный бизнес. Яны сдолили оборонить свои бизнес-планы и отримали необходимую финансовую поддержку. Теперь у них есть возможность не просто добро заработать, а и створать новые працовные мессы. Удельничать в программе могут стольки официйно-беспрацовные, які состоять на улику в центрах занятости. Для этого треба оборонить свой стартап перед комиссией. Анкеты старанно отбирают, а гроши отримливают с тех, кто сдоле упроявить фантазию. Помер субсиды залежит от места проживания. У сельской мясовости он вышедшим в городе. 15 бюджетов прожиточного минимума. Это коля 6 тысяч рублей. Невыпадкова кожная пятая выплата по статистации демьми на витую везку. Гроши можно выдатковать на обсталевание, инструменты и сыровину. Дивидуальные предприниматели это что? Это как минимум одно рабочее место создания для района. Кроме того, каждый предприниматель имеет право привлечь дополнительно троих человек. То есть как максимум это создание четырех рабочих мест. Соответственно, это дополнительные трудовые ресурсы увлекаются в экономику района. Соответственно, идет рост экономически активного населения в районе. Кроме того, все продолжают цепочку. Это дополнительное поступление в местный бюджет в виде налоговых платежей. Говорка ведома по культ только про совсем невеликие бизнес-проекты. При этом идеи самые разные. Ремонт одзения и обудка, салоны прогожостки, автомастерни, древопрацовка. Миновата такие, сдавалася бытовые стартапы и не дают съезжать молоде, якая не просто находится себе в бизнесе, а затем поспехово развивается. До того же, это не один вариант поддержки начинающих предпринимательников. Есть и другие схемы. Можно, например, отримать у корыстания особный земельный участок. Как шагается в наступном году, на Гомельшине будет реализованы буйный проект по забеспечению населения чистой пятной водой. Отповедное обсталявание будет установлено в Лельчице, где зараз означается перевышение в воде железа. Что тыжится в этом году, запланованные работы по открытии станции обезжелезования будут выполнены в полном объеме. Повышенное утромание железа для Гомельской области заусюду было значной проблемой. Ранее она ворошалась у основным в буйных городах, где будавались великие станции обезжелезования. Новые технологии очистки и сушасное обсталявание дозволило не только расповсюдить этот процесс на вот насельские населенные пункты, а лей зарабить очистку меньше затратной. Сгодно с директивой президента об удосконаливании и развитии жилево-коммунальных господарки краины до 2025 года все спожилцы повинны быть забеспечены якосной пятной водой. Для досягнения этой меты летость на Гомельшине реализовали 43 проекты. Все лето это лишь бы повеличится. В этом году было запланировано ввод 50 станций, подключение одного населенного пункта и строительство двух населенных пунктов Рарскважин, которые обеспечили бы чистой питьевой водой соответствующие населенные пункты. На сегодняшний день 47 станций введено в эксплуатацию. Три объекта еще завершают свою работу. Поэтому по году мы намеченные планы выполним, обеспечим, соответственно, порядка 30 тысяч жителей чистой питьевой водой. До инших тем. Сграя волкова такую везку у Гомельском районе. Трапежники ушильную наближаются до населенного пункта, нападают на охотних живел и зусим не боятся человека. На днях на вошагу господара дикие звяры литерально разорвали целый статок коз. В горло хватает, коза падает, гонится за следующий. Схватил и немножко держит. Не то, что как собака рвет, а вот схватил и удерживает. Потом отпускает, и она уже никакая. То есть я пришел, она только хрипит. Драпежник вероятно был не один, но все отбывалось и мгненно. После раптонной встречи с агрессивной сграей господар не далечился одразу 13-ти коз. Частку загрызли, остатних утягнули у лес. Вся рота целелых живел, шмат пораненых. Загартань хватает. Если бы чуть выше, все бы. Але отколю дикого звера стольки нахабства и одваги, бо вя дома, что у волков и нетышный страх перед человеком, и, естественно, они не наближаются до вязковых городов. У этой истории, навык в опытные поля в НИШИ, с тяжкостью знаходят этому тлумачэння. Исключительно, если голодный будет волк, там уже к населенному пункту близко, поэтому уже только бешеный. Здоровый зверь не пойдет к человеку, потому что боится. А волка главное убить. Не так поесть, он в азарт ходит и начинает рвать, рвать, давить. Зараз голодное высажить драпежников. Приманкой будут туши забитых коз. Поля в НИШИ специально их не убирают. У надея, что звер вернется за трофеем. Мясовые старожилы меркуют, что зграя могла пройти с соседних приграничных районов России и Украины. У леса значительно скоротилась популяция дика, и в пошуках харчавания волки сдольны передольвать великие отлеглости. Яши одна версия, это могут быть не волки, а дичелые собаки, и они так само сбиваются у зграи и сходят в лес. Мясовые улады попереживают вязковцев. Поколь проблема не выражена, треба быть максимально осторожными, у одиношку не ходить и вертаться до дома в светлый час. Мы людям говорим, чтобы они как-то сами себя могли защитить, не подходили быстро. Если зашел там во двор дикий зверь, значит, они должны спрятаться в первую очередь, чтобы в темное время суток они как можно больше находились дома, не выходили на прогулки, особенно в тех населенных пунктах, которые находятся очень близко к лесу. Выпадок в Гомельском районе не один в области за опошний час. В Чачерском районе, как меркуется, так само волки задрались семь собак. На такую же проблему скарзятся и жахары везки в Лельческом районе. Меньшане на бразиоинтернете милиционеры с Гомельшины. У конца Кострышника на одном с телеграм-каналу разместили информацию об сопрацовнику милиции из нашего региона. Коли под постом заявился нецензурный комментарий, правоохолник не стал терпеть неповагу, извернулся под опомогу до коллег. Особу комментатора установили, им оказался 35-ти годовый жахар столицы. Узбуджена криминальная справа. На эмоциональной почве я это все сделал. И не мог себя контролировать. Хотел принести личное извинение против вас, кто бы вы там ни были. Ничего личного я не имею. Мне неприятно, с моим образом. Потому что в любом случае, кто бы там ни был, это в первую очередь человек, у которого есть семья, дети. На рожение двойня. Для семьи не только двойное шастье, а лей подвоенная нагрузка. Каб снять шастку клопота у держава пропонует таким семьям. Скорыстаться послугами социальной няни. Кормить, гулять, сопровожать в поликлинику и она побожь за уседы, коли это необходимо. Наши коллеги наведали шмадетную семью Бакун с Мазыра и доведались, насколько допомога социальной няни для их важная. Под обязанности в наступном сюжете. Больше год тому у семьи Вячеслава и Ульги Бакун где росла одна дочка Алиса, отбылось и пополнение. На свет появились двойняты Алина и Женя. Батьки звернулись по допомогу социальной службы. У няни можно спросить не только совет, можно попросить помощь, узнать, как правильно ухаживать за малышом. Ну и няня, наверное, это как часть семьи, потому что наши дети очень любят няню, очень привыкли к ней. В Ольхе и Вячеславу допомогает профессиональная няня Юлия Качан. И она приходит до детей по буднях по четыре годины, гуляя зыми кормить пера праная. За Юлией замоцованы две пары малых. Полову дня она проводит за Линой и Женей, остатний час у иншей семьи. Няня будет им допомогать, пока деткам не исполнится три годы, альбо пока они не пойдут в детский сад. Юлия признается, за этот час она поспевает, привыкнуть до своих подопечных. Привыкаю, и потом в гости по возможности все равно забегаю где-то, общаемся с многими, поддерживаю отношения, переживаю там, ну, зазваниваемся, как у кого дела, как в школу идут. Уже многие у меня в школу пошли дети с того момента, как я здесь работаю. Все летом у Мазырына родилось 11 пар двойнят. Але, различиваясь над допомогой, социальные службы могут и семьи, где выховывать с двоих и больше детей инвалидов, один из которых не досягнут шутерех годов. Так само поддержка продолжена для мати одного дитя-инвалидова взрослых за четырех годов. Сегодня в Центре социальной обороны працуют девять нянь, которые допомогают выховывать 36 детей в 18 мазырских семьях. Вероника Гамзюкова при поддержке телеканала Мазыр. Поклон и светлая память. У выставочной зале ГДУ Мяфранциска Скарына открылась фото-выстава «Марбор» памяти мастацкого керавника студентского клуба ВНУ Марины Ширынкиной. Усё своё житёй она присвятила Гомельскому державному университету. Скончившую историчный факультет, она, каля 35-ти годов, працавала в студентском клубе. Спочатку вяла гурток, а праздник который час стала мастацким керавником и галлонным натхняльником творшей студентской молоди. Всё лито она могла бы отзнашить 60-ти годовый юбилей. За время работы подготовлена целая плеяда выпускников, которые занимаются творчеством. Практически, ну и сейчас, и раньше было всё телевидение и радио, это были выпускники студенческого клуба. Поэтому, так сказать, они поменяли свою профессиональную факультетскую принадлежность на творчество. И это, конечно, её был большой вклад. Марину Борисовну можно бессумнево назвать легендой. Я ей видала множество поколений выпускников, работников культуры в области. На её рахунку велизарная колькость поспехово организованных мероприемствов и концертов. Те, кому пошастилась обровать и працавать с её, с безмежной повагой и теплом, означает её высокий профессионализм и любовь до своей справы и людей. Это и инши новины. Информация о проектах Толяраду компании Гомеля вы можете знайсти на нашем сайте в интернете по адресе www.tevergomel.by На этом выпуске завершенный. Усяго доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова